Сегодня в нашей стране тысячи детей пришли в школу на праздник первого звонка. Их день знаний – это действительно праздник. После летних каникул они вернулись в свою, хоть и небольшую, но дружную семью. Здесь не просто учат в школе, но и открывают воспитанникам новую жизнь. В этом году коррекционная школа-интернат для глухих и слабослышащих встречает 7 первоклашек. Задача педагогов – вырастить успешных и целеустремленных детей, которые, несмотря на свой дефект, смогут без проблем реализовать себя во взрослой жизни. Люди, которые заканчивают нашу школу, получают среднее образование. Они могут поступить в любой вуз страны. Кроме того, выпускники нашей школы работают у нас в качестве педагогов, работают в качестве обслуживающихся персонала и педагогов. Закончили высшее учебное заведение, выпускники нашей школы имеют театр свои, выпускник нашей школы работает во Франции. Так что сфера применения их талантов очень обширна. Оля Тимофеева учится в школе-интернате с первого класса. В этом году выпускается. Сцену и творчество девушка называет неотъемлемой частью своей жизни. В школе она главный режиссер-постановщик жестовых песен. С помощью этого необычного жанра, говорит девушка, можно передавать чувства и музыку руками. Своим душевным теплом и вдохновением Оля планирует делиться и дальше. С профессией уже определилась. После окончания школы я хочу поступить в училище культуры на специальность организатор праздников, чтобы проводить такие мероприятия для людей. Я хочу, чтобы им жилось весело и радостно. На сегодняшний день в школе-интернате работают 48 педагогов, 12 из которых являются специалистами в области дефектологии и сурдопедагогики. Важным этапом развития слухового восприятия ребенка являются ежедневные фронтальные занятия. Чтобы дать понятие детям, какой мы звук услышали по силе, например, громкий или тихий, я использую такие таблички. То есть здесь все эти таблички, которыми дети работают, которые они сами также мне помогали делать в этом варианте. Вот, например, используем мы, так как дети все сейчас в своих индивидуальных слуховых аппаратах, используем Украун. Я закрываю как раз свой рычедвигательный аппарат, артикуляционный, чтобы они не читали с губ, а именно нагрузка шла слуховая напрямую на ушки. Здравствуйте! Молодцы! Прекрасно! Умница! Умница! Молодец! Следующее задание для ребят – определить не только высоту и громкость голоса, но еще и угадать полговорящего. Так, ребята, будете теперь ориентироваться на голос губернатора Ивановской области. У меня голос низкий, хриплый немножко даже. Так что вы четко его отличите от женского голоса. Какой голос вы услышали сейчас? Какой голос мы услышали? Голос! Молодец, Даша! Молодец, Ярослав! Кроме работы над слуховым восприятием, воспитанником школы-интерната преподает устную речь. Для того, чтобы ребенок запомнил слово и произнес его верно, порой требуется около 60 повторений. Это очень трудоемкая работа и педагогов, и самих детей. Хотя многие задаются вопросом, а нужно ли вообще таким людям учиться говорить, если существует специальный язык жестов. В этом случае решение принимают родители. Если они готовы и могут общаться со своим ребенком устно, то акцент в преподавании делается на развитии речевого аппарата. Тем более, что пройти реабилитацию в социуме в этом случае гораздо легче. Нина Сардейска, Алексей Гарин, РТВ Иваново.